Здравствуйте, дорогие читатели! Вот и наступил новый 2023 год. Год Зайца или Кролика. Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергина предлагает вам познакомиться с произведениями русских писателей, которые посвятили свои рассказы и сказки небольшому, ушастому, пушистому зверьку – Зайцу. Алексей Толстой, Заяц, Летит по снегу поземка, Метет сугроб на сугроб, На кургане поскрипывает сосна. Ох-ох, кости мои старые, Ноченька-то разыгралась, ох-ох! Под сосной, насторожив уши, сидит Заяц. Что же ты сидишь, стонет сосна? Съест тебя волк, убежал бы. Куда же мне бежать? Кругом бело, все кустики замело, Есть нечего, а ты порой поскреби. Нечего искать, сказал Заяц и опустил уши. Ох, старые глаза мои, закритихтела сосна, Бежит кто-то, должно быть волк. Волк и есть. Заяц заметался, спячь мне бабушка. Ох-ох, ну прыгай в дупло косой. Прыгнул Заяц в дупло, А волк подбегает и кричится с ним. Сказывай, старуха, где косой? Почем я знаю, разбойник? Не стерегу я зайца. Вон ветер как разгулялся. Ох-ох. Метнул волк серым хвостом, Лег в корней, голову на лапы положил. А ветер свистит в сучьях, крепчает. Не вытерплю, не вытерплю, скрипит сосна. Снег гуще повалил, налетел лохматый буран, Подхватил белые сугробы, кинул их на сосну. Напружинилась сосна, крякнула и сломалась. Серого волка падая до смерти зашибла. Замело их бурьяном обоих. А Заяц из дупла выскочил и запрыгал, Куда глаза глядят. Сирота я, думал Заяц. Была у меня бабушка сосна, да и ту замело. И капали на снег пустяковые заячи слезы. Алексей Толстой, как зайка, солнца поймал. Однажды маленький беренький зайчишка Спросил свою бабушку мудрую зайчику. Милая бабушка, как это так получается, Что поднявшись утром раньше всех, Я вижу, что кто-то встает еще раньше, Проходит по дорожке к нашему домику И оставляет там свои следы. Кто бы это мог быть? Наверное, тот, кто встает еще раньше, Ответила мудрая зайчиха. Проверим, кто это такой, сказал зайка. Вечером он поставил ловушку и лег спать. На следующее утро, проснувшись раньше обычного, Заяц побежал проверить свою ловушку. И, о чудо, в ловушке он увидел незнакомца. Кто ты? Спросил удивленно зайка. Я, солнце, ответил незнакомец. Так это ты встаешь раньше меня, Оставляешь свои следы около нашего домика. Наконец-то я тебя поймал, Заликовал зайка. Но солнцу было не до разговора. Оно так запуталось в ловушке, Что не могло ни сдвинуться с места, Ни пошевелиться. Ну что же из того, что ты меня поймал, Сказала солнце. А ты подумал, что скажут люди, Что скажут звери? Ты подумал, это им понравится? Подумал, подумал зайка, И решил, что ни людям, ни зверям Это не понравится. Более того, все просто пропадут без солнца. И он, зайчик, и его бабушка, Мудрый зайчик. Подумал, и поскорее принялся Освобождать солнце из ловушки. А солнце было очень горячим, И жгло немилосердно. Зайке приходилось все время Дуть на лапки, пока он развязывал пуды. Наконец, солнце получило свободу, И его катилось на небо. Солнце-то свободу получило. А вот зайка, пока разбутывал солнце, Так обгорел, что его шубка из белых Стала серовато-коричневой. Может, поэтому все зайцы летом Носят теперь такую загорелую шубку. И лишь к зиме снова становятся белыми. Лев Николаевич Толстой Зайцы и лягушки Сошлись раз зайцы И стали плакаться на свою жизнь. И от людей, и от собак, и от орлов, И от прочих зверей погибаем. Уж лучше раз умереть, Чем в страхе жить и мучиться. Давайте утопимся. И поскакали зайцы на озеро топиться. Лягушки услыхали зайцев И забултыхали в воду. Один зайцы говорит Стойте, ребята, подождем топиться. Вот лягушачье житье Видно еще хуже нашего. Они и нас боятся. Константин Ушинский Жалобы зайки Растужился, расплакался Серенький зайка под кустом сидичий. Плачет, приговаривает. Нет на свете доли хуже моей Серенького зайки. И кто только не точит зубов на меня. Охотники, собаки, волк, Лиса и хищная птица, Кривоносый ястреб, Почеглазая сова. Даже глупая ворона И та таскает Своими кривыми лапами Моих милых дедушек. Серенький зайчат. Отовсюду грозит мне беда. Аж защищаться-то нечем. Лазить на дерево, Как белка, не могу. Рыть нор, как кролик, не умею. Правда, зубки мои Исправно грызут капустку И кору гложат. Да укусить смелости не хватает. Бегать я таки, мастер, И прыгаю недурно. Но хорошо, если придется бежать По ровному полю или на гору. А как под гору, То и пойдешь кувырком через голову. Передние-то ноги не доросли. Все бы еще можно жить на свете, Если б не трусость негодная. Заслышишь шора, Уши подымутся, Сертишко забьется, Не взвидишь свет. Прыгнешь из куста, Да и угодишь прямо охотнику под ноги. Ох, плохо мне, серенькому зайки. Хитришь, по кустикам прячешься, По закочкам слоняешься, Следы путаешь, А рано или поздно беды не миновать. И потащит меня кухарка на кухню За длинные уши. Одно только и есть у меня утешение, Что хвостик коротенький, Собаки схватить не за что. Будь у меня такой хвостище, Как у лисы, Куда бы мне с ним деваться, Тогда бы, кажется, Пошел и утопился. Мамин сибиряк, Ёж и Заяц Однажды встретились на тропинке Заяц и Ёж. Ёж поклонился Заяцу и сказал, Здравствуй, Заяц, Как твои дела? А Заяц был невоспитанный И не ответил на приветствие, Лишь Гурба спросил, Что это тебе дома не сидится? Я погулять пошел, Ответил Ёж. На таких коротеньких ножках, Усмехнулся Заяц, Гулять можно только Около собственной норки. Обиделся Ёж И решил проучить грубияну. Ну что же, Может быть, Ты хочешь побегать со мной В перегонки? Засмеялся Заяц и говорил, Ну если только лесных зверей Посмешить. Ладно, Ответил Ёж, Давай встретимся завтра утром На этом же месте. И с этими словами Заяц и Ёж разошлись. Пришел Ёж домой, Говорит Ежихе, Завтра утром мы Заяцем Будем бегать в перегонки, Мне нужна твоя помощь. Что ты удивилась, Жена, Разве это сумеешь его обогнать? А ты послушай, Что я придумал, Ответил Ёж. Побежим мы Зайцем По самой широкой тропе. Он побежил вдоль левой кромки, А я вдоль правой. А ты должна стать В конце тропы. И как только подбежит К тебе Заяц, Крикни, Я уже здесь. А следующее утро Ёж пришел к тропинке, А Заяц его уже Это поджидает. Ты готов? Спрашивает Заяц Ежа. Готов, Отвечает Ёж. И они побежали Со всех ног. Ёж пробежал совсем немного, А потом вернулся На свое место. Заяц добежал До конца тропинки, А Ежихе ему кричит, А я уже здесь. А обидно стало Заяцу, Что его Ёж обогнал. И он предложил, Побежали теперь обратно? И Заяц помчался обратно. А Ежиха осталась Сидеть, где сидела. Добежал Заяц До начала тропы, А Ёж кричит ему, А я уже здесь. Понял Заяц, Что Ёж его обыграл. И с тех пор Перестал грубить Ежу. Еще больше захватывающих Историй про Зайца Представлены В большой Заячьей книге. Рассказы и сказки С участием Зайца Вызывают огромный интерес У детей разного возраста И становятся самыми любимыми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok